О, святая, ты ищи на мемесе. Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Братья и сестры, только что мы услышали частичку Святаго Благодарствования от Святаго Духа, и от Берегиста Ухи. В святые всем нам от друга готовы, как Господь наш ходил в город, и на охране этого города Его встретили, на сих поражениях. Они не приближались к Спасителю, а издалека отрежали к Иисусе, наставниче, по милой куды. И вот Господь, слыша их слов, слыша их прошения, говорил им, идите положите священникам. И вот по пути они видят, что очистились. И один из них, самолепит, вернулся к Спасителю, упал вниз на колени перед Ним и воздал Богу. И Господь, посмотрев на него, сказал, «А девять десять же очистилась». Только и в нем не всем пришел дать славу Богу. Где же девять? И сказал им, иди, вера твоя спасла тебя. Братья и сестры, отрывок о том, как Господь усилил десять прокаженных, и говорит нам о том, что рот человеческий в лице наших праведителей Адама и Евы согрешил и был изгнан Израилем. Он был изгнан из Небесного Евселима и находился в небра. Также и эти несчастья, по своей победе, они не имели права находиться в городе. В то время, конечно же, проказа была незначима, а сейчас медицина находит не так много средств и не очень, скажем так, хорошо справляется с этой болезнью. И вот по причине заранности этой болезни прохоженные изменялись из городов, они собирались друг к другу, чтобы как-то выжить, и жили в каких-то лесах, в таких людей. И когда они приближались, людям они должны были кричать «не чист, не чист». Таким образом, предупреждая людей, чтобы они к ним не приближались. Конечно, это было печальное зрелище, когда люди видели таких людей, потому что зажило они гнили, их тело покрывалось горкой, струкнями, гноем, от них исходил ранний запах, и в таком состоянии эти несчастные проводили свою жизнь. И зажило не я, не я. И вот Господь, видя этих несчастных, своим всесильным словом посылает их к священникам. По законам того времени, именно священники выполняли роль санитарного врача. Они смотрели, если человек был больным проказом, и остраняли их от общества. Или же наоборот, если видимо, что человек начинает измечиваться от этой болезни, они имели право дать разрешение, чтобы этот человек вернулся в общество. И вот, идя по священникам, для того, чтобы исконность то, что сказал им Господь, они увидели, что проказа, которой они были больны, она сошла с ним. Они увидели, что тело им стало вновь чистым. И вот, братья и сестры, конечно же, мы видим в этом Евангелии, пример того, как только один человек воздал благоверение Богу, и это был самолюбим. И на пьявление сказал Господь. Вот, братья и сестры, в числе этих десяти человек нам показано, что Господь пришел исцелить всю природу человека, без человеческого. Но Господь насильно не спасает чужего. Мы видим, что только один из них вернулся воздать славу Богу. Куда пришли телец? Да, они пришли по священникам, возможно, они спешили по своим семьям, возможно, они спешили пойти на те радости всемирам, которые хотели вернуться. И вот Господь исцеляет от этого Своего Евгения не только телесно, но Он исцеляет Его душу. Он говорит, иди, вера и твоя спасла тебя. Только Он наследует Царство Небесное. Братья и сестры, конечно же, человечество в моменте строения, оно находится в духовной программе. Каждый из нас поражен вот этой духовной болезнью, болезнью века. И душа каждого из нас, она подобна телу прокаженного. Она смертит, подобна телу Лазаря, который хочет верить в Европе. Она облегчена грехами, гордостью, тщеславием, лжи, завистью, гнева, слеподлюбия. И в таком состоянии, в прокаженном состоянии находится душа человека. И вот Господь приходит в этот мир, чтобы исцелить драгоценную душу человека, чтобы исцелить весь состав человека, не только и лучше моего тела. И, конечно же, вот это Евангелие, оно составляет задуматься в нас, как мы совершаем в своей жизни свое спасение. Вот эти прокаженные, они кричали. Иисус, Игорь Ставничий, помилуй, помилуй. Каждый из нас в воскресный день старается прийти в храм Божий, старается позвать во Господь, помилуй, но приступает к Иисусу в виде. И Господь каждый раз благодарит много милостей, вновь и вновь исцеляет наши проказы. В Таинстве Писней в виде Господь дает исцеление в нашей душе. Но что происходит? Наступает рабочая неделя, и мы опять совершаем те репети, в которых только что пришли покаяться. И в таком состоянии, конечно же, мы хуже прокаженные, потому что мы вновь и вновь приходим ко Спасителю, и Господь по свободу и укрепению вновь и вновь исцеляет нас. Братья и сестры, по милости Божией мы прожили вот этот гражданский год. И, конечно же, в конце года мы подвозим какие-то годы. Но если мы посмотрим на свою жизнь, что мы совершили в этот день, что мы получили от Господа в этот год, то, конечно же, мы увидим, что мы подобны вот этим десятипродаженным. Потому что те милости, которые Господь совершил над нами, мы совершили вот это хвалу Богу ежедневно, каждый день за все его милости, но и Священное Писание говорит нам, что мы должны благодарить не только за милости, но и за скорби. Нам дана заповедь за все благодарить Бога Апостола. Господь жил в скорби, и вот эта скорбная часть, она есть у каждого христианина. И каждый из нас должен благодарить Бога не только за те радости, благодеяния, милости, которые Господь подает нам, но мы должны и благодарить и за ту часть нашей жизни, именно часть скорби, которую принес сам Господь в своей жизни. Братья и сестры, конечно же, если мы говорим о благодарении, то сама благодарность за какие-то благодеяния – это одно. Но Господь создал человека для того, чтобы Он славил Бога, и в этом состоянии Он находился в раю. Он непрестанно славил Бога. Это была постоянная хвала Богу. И наша жизнь, братья и сестры, она должна стать постоянной хвалой. Господу и Богу Распасу нашему. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.